Слава Украине! Привет всем от Полонского! Сегодня Украина вернула еще 31 ребенка, похищенного российскими фашистами в Херсоне и в Харьковской области. Ну там в основном Купинск идет у них. Значит, я напомню фабулу истории, потому что некоторые, наверное, не знают все-таки, как это все происходило. Ну, во-первых, фашисты украли детей из детских домов, из детских домов в Херсоне. Я там прекрасно знаю детский дом на улице Кулика. Кулика полностью был обворован, само помещение было полностью, они его вынесли, а детей всех украли. И таких вот интернатов, детских домов и так далее, они обворовали все, что было. Украли этих детей. Ну, хорошо, если они их не пустили на органы, но вы сами понимаете, когда дети попадают в руки людоедов, у которых нет ни малейших каких-то моральных принципов или каких-то ограничителей, которые единственное, на что способны, это бить кувалдой по голове связанного человека, то сами понимаете, что там может быть любое преступление в отношении этих детей. Там уже мы знаем, да, интернет полнится тем, как их хотели использовать и в парной индустрии, и так далее, и так далее. Наверняка использовали. Я не говорю об этих 31 ребенке, которых сейчас посчастливилось выдернуть из этого кошмара, но я говорю о тех детях, которые там еще остаются. И это ужас, конечно. Волосы дыбом на голове поднимаются, когда думаешь о судьбе детей, которых туда завезли, кому их отдали, каким алкоголикам, наркоманам, я не знаю, кому что и как, но вы же прекрасно знаете качество путенасосов, а, собственно говоря, никому кроме путенасоса ребенка такого не отдадут. Вот, это ужас, конечно, одним словом. Немножечко расскажу, как это все было еще раз. Значит, вот эти дети, которых сейчас вернули, это в основном дети, у которых есть родители, есть семьи. Но семьи, правильно, ватные. И что им говорят, вот где-то за 2-3 недели до освобождения Херсона от российско-фашистских захватчиков, фашистские бандиты ходили по семьям, говорили, ну давайте отправим детей в Крым на утилизацию, ой, на отдых, на отдых, представляете себе, тут уже стоит ВСУ в 10 километрах от Херсона, уже выдавливают фашистов, а фашисты им предлагают, ну так мы их там в Крым отздоровим, малеха. И вот у этих вот талантливых, высоко талантливых, я скажу так, родителей, не нашлось никаких ограничений, ничего в голове не щелкнуло, они своих детей отдают. Точно такая же картина была в Купинске, один в один, только там раньше было, потому что Харьковскую область освободили раньше Херсонской. Ничего у них там не прощелкнуло, они отдают этих детей, потом проходит, буквально-буквально неделя проходит, Херсон освобождает, ну и соответственно Купинск освобождают там на Харьковщине. А расисты говорят, все, а детей мы вернуть теперь не можем, все, 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 отправляем их где-нибудь куда. И дети исчезли. И их исчезло великое множество. Ну там вернули один раз 12 человек, еще там сколько-то, 20 по-моему человек возвращали. Вот сейчас 31 ребенка вернули. Ребята там украли очень много детей. И вот эти вот ватные родители сейчас срвут на голове последние волосы, потому что они не знают, откуда их можно там, как их оттуда можно забрать. Я знаю, что часть ватников таки, да, они поехали им же отказать, да, там же часть детей должны еще были вернуть до деоккупации Херсонов. По Херсону точно знаю. Эти ватные родители поехали за ними, значит, говорят, мы их вернуть не можем, потому что уже слишком опасно в Херсоне, забирайте в Крым. Они поехали в Крым, детей там, естественно, нет. А едьте в Анапу, там они где-то там сгинули. Они поехали в Анапу, конечно же, ни в какой Анапе никаких детей нет. И, а, вы туда идите в Магадань, вы едете туда, а те вообще в Улан-Удэ дети где-то их на оздоровление отправили. А тех вообще белым медведям скормили на Северном полюсе, едьте, забирайте оттуда, может, ботинки остались. Вот так вот обстояли ситуации. И, короче говоря, ни детей нету, ни родителей нету, которые за ними туда уехали, в этот жуть и кошмар, в Мордор. Все, исчезли все, никого нет. И вот я вам скажу честно и откровенно, это большое чудо, что удалось титаническими усилиями, во-первых, установить, где эти дети находятся. Представьте себе, вот в этом болоте, квакающем, что-то там найти. Да ладно, квакающие, если бы квакающие, то ничего, там болото, населенное, я не знаю, плезиозаврами, понимаете, а то умеют сожрать все на свете. Вот это нашли и 31 ребенка вернули, это, ребята, это огромное дело, это, конечно, поклониться в ноги тому, кто вырвал детей из этого Мордора. И тут, да, тут молодцы, тут медаль надо давать, честно. Вот это большое дело, вот это большая работа. Хотя отдельно я бы поработал с теми родителями, которые в преддверии освобождения отдавали своих детей добровольно фашистам. Слава Украине!